Максим Серганов Он мне написал, что можно ли доверять интернет-изнательству Это Сокронов Антон Валерьевич Который сейчас сидит по ту сторону экрана И налажил нашу связь Да, ему может Человек Сафронова тысячи Да, ему можно доверять Я на всякий случай человеку отправил телефон По которому я общаюсь с Антоном Валерьевичем Настоящий лакмастика Поэтому обращайтесь к нему Не боясь Так, доброго времени суток Ой, какой мне вопрос задали Какие деревья может садить на глинозем Дело в том, что по железу любое Но с хитринкой Сейчас объясню Вы меня заставили глубоко копать Землю, почву Но то, что я сейчас вам покажу Это будет для многих откровением И в том числе Ну, знаете Наука с одной стороны далеко залезла Глубоко вспомните все эти рибосомы и прочее ДНК А с другой стороны элементарного не знают И получается так, что мы сейчас с вами пройдем эту элементарщину А эту элементарщину надо изучать Прежде всего в институтах, университетах и академиях Смотрим Значит, смотрите Я вначале Артура ответил коротко Глинозем, ну, сами понимаете, что он имеет в виду Вот Не тот глинозем, который алюминий получает Хотя и он тоже А просто я понял глину Так Исключите огромные ямы с завозом земли Добавок Почему? Видите ниже А просто Это я им ответил У себя на сайте Вестевой А просто приведите со стороны нежирную землю По паре кубов на посадочное место Это много пара кубов, если размазать Сормируйте пологие холмы В этих холмах Начнут развиваться саженцы То есть, понимаете Пусть там ниже глина, черстей Потом корни достигнут слоя глины Внедрятся в нее И начнут ее переделать под себя Как? На вебинаре подробнее Ну, раз я трёпнул, что будет подробнее Получайте подробнее Значит, для начала Вы знаете Я когда смотрю У меня крыша едет Крыша едет от того Что Вот это и правда, и неправда А я хочу вас заинтриговать Чтобы вы знали, что такое Как это получается С одной стороны, миллиарды лет С другой стороны Сейчас покажу И ахните Там окажется, что Прям берите Библию читайте Там цифра гораздо более реальная Вот Вам сейчас будет интересно Мне хочется знать Откуда взялась земля Почему всё это Искусственное получается Почему почва едет с слоями такими Что Ну, невозможно вообразить Что вот это вот Вот уже вот это вот Это в любом учебнике прочтете Где-то когда-то Сто лет назад А может 200 А может 300 Кто-то сказал И написал И первые студенты Царь Очередной номерной И всё Приехали Я всё время Говорю такие шучи О этих Чурче бикини Одеть Причём Законодательно Вот То есть Вот ничего не знаем Ходить в бикини Летом их комары сожрут А если до зимы доживут То замёрзнут в бикини Да так и тут Ну, ладно Смотрите Итак Это оказывается Бывшая горная порода Ну, смотри Это скалы Всё И вдруг Огромные пики Там это Именно скалы Горные Горы Слово горы И вдруг Она незаметно Превращается в глину Давайте посмотрим А эта глина Оказывается Наш враг Вот я Я бы не стал бы Вам перевернуть Какое мы делаем До того Что под землей Творится А сейчас увидим Смотрите Для начала Вот он Слоёный пирог Ничего Не замечаете Что это могло быть Искусственным путём Созданным А? Ну Нет Как может Суглина Оказаться Выше песка Суглина Это полуглина Зовём так Да? Глина плотная Потом Ниже опять Песок Ничего Не понимаю Это Я когда Это увидел Господи Я знал Я копаю Чернозём 30 сантиметров Потом идёт Глина У меня полтора метра Потом идёт Галичник Всё А я так Тупой был Смотрите Сейчас самое интересное Впереди Я хочу Чтобы мой вот этот Восторг Мой вот этот Когда Раскрываешь мир Чтобы всё Это казалось Настолько Интересным Вот Сейчас попробуй Сообрази Ну хорошо Ладно Хотел Видя метры Здесь оказывается 139 метров До воды Да А где-то Полметра Покажу Ладно Тут десятки метров Десятки метров Десятки А вот он Слой почвы А скажите В неё на милость Почва Песок И гравий Почва Не могла Песок Превратиться Песок Гравий Могут почву Если это Их Располочь Растолчить Размягчить А наоборот Невозможно А вот этот Танюх Слойчик Он зелёненький Да Ну Когда он образовался Цитировать Этого самого Господи Наших классиков Допустим Тимирязева И вообще Известных Почковедов Тысяч пять Назад Её не было И близко А откуда Жилась Эта Эти динозавры Которые жили 300 миллионов лет А они По чём ходили Не было почвы Не было деревья Не было ничего Вот видите как Разве вам не интересно Мне интересно Я смотрю Думаю Господи Кто же это всё создал Это не мой рисунок По этим рисункам Студент Студента учат Объясните мне Если я на глубине Примерно 60 сантиметров Я копал эти Ямы Под стол Под фундамент Я черепушки Настоящие черепушки Ну как бы Битые тарелки Глиняные Обожжённые глины Я лично находил Не просто нашёл 500 метров от нас Находилось это И экспедиция Которая Совершала Великое кочунство Канаде Рыли Могилы Этих самых Хакасов А может и Хакасов Ну кто жил 2000 лет назад Они сидят У костра Палатки Всё рядом Раскопанный Могил Я подскажу Отдаю им Черепки Может вам Пригодятся Они говорят Да конечно Пригодятся Вот Они были на глубине 50-70 сантиметров А дальше Это что Это моя любимая тема Вы уж извините Мы сейчас Оно Перейдём Вот она Глина Вот как А кстати Обратите внимание Вообще нет Гумуса нет Вообще Тут хотя бы Чуть-чуть Нарисовали Хоть чуть-чуть Гумуса Да нет Когда земля появилась Смотреть в глаза Учёные Смотреть в глаза Чего вы голову Там морочили Парамиллионы лет А это Если вот это Гигантский слой Вот этот Вы видели этот слой Глины Значит это Когда-то был Чистейший Как там была Горная порода То есть А что такое горная порода Я что-то припоминаю А в институте У нас было это Минерология была Бальзальт Галичник Всё забыл Вы студент Трочник Так Двочник Бальзальт Галичник Граниты Граниты Да Всё нет Неважно Сколько лет Надо было Чтобы это превратилось В глину Где Ещё раз Смотреть в глазах Где этот самый Как он называется Где гумус Вот так Идём дальше Здесь почти то же самое Вы представляете Вот это всё Осадочная порода Или как там Ещё Ещё применяют Кроме Этих самых Горная порода Ещё применяют Осадочные Вот пожалуйста Вот вам глина Я должен этому верить А теперь смотрите Где Ну я вот Отплёкся Ну извините меня Ну я открытие сделал А нахрена мне было Это вопрос задавать Можно ли садить глину А меня понесло Куда Разрез почвы Под дождевым Тропическим лесом Тропический лес Ему миллионы лет Должны быть Вспомните Там не пройти Не проехать Вспомните Амазонку Как-то человек зайдёт Так уже никто Никогда не находит Сколько таких Путешественников Учезло без следа Ну Где гумус А глины полно А нам говорят Всё-таки Больший камень Ладно Давайте ближе К садоводству Корни Узнаёте Корни Да Смотрите Это я выбрал Почему Их там Несколько миллионов Фотографий Я бы выбрал Эту почему Ну Чтобы показать Что глина То что близко к глине Мы называем Суглинком Да Вот Это всё Нормально Деревом Не сразу Но постепенно Захватывается Вот это Интересный снимок Так Помните я говорил Посадим Хол А потом Постепенно Начнёт переработка Доказаться надо Будут Смотрите внимательно Этот снимку Цены нет Вот их то надо Изучать В этих самых В академиях Вот их то Обратите внимание Везде Почва вот такая А где корни Она почернела Потемнела А я это проходил У себя В своём саду А знаете как А вот так Глина Прошло несколько лет Копаю А там нету глины Представляете Нету глины Я покажу Вот А там вот такая земля Вот такая вот Не знаю как вам Мне это всё интересно Вот Тут по крайней мере Хоть гумус Тут уже по Библии Несколько тысяч лет Образовывалось Ладно Ещё раз Корни Переделали Почву под себя И вот когда Вы посадите Перехожу К уже Прямому садоводству Посадили деревья Они захватили Вначале Этот холмик Потом Проликли В глину Проходит Время Там Начинается Процесс А дерево Единое целое О том что Дерево Единое целое Начинается С кроны Нетронутой И ниже 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 Всё это Единое целое Об этом Ни хрена Не знают Те кто Берёт и говорит Это будет Вторая половина разговора Берёт и говорит Ветки лишние Вот так вот Но это будем Проходить ниже Итак Внимательно Снимку цены нет Ему нет цены Он должен попасть В учебники Вот так Корни Переделывать почву Дальше Про это сказал Смотрим сюда А скажите Что же это случилось Чернозём Да вот он А А выше Опять пошла Вот то что вы видите Тёмный цвет Да Это глина Не глина Это Ещё несколько Видов породы По моему Никто даже не знает Как она получается Но обычно Такая Получается Под эти Ещё называют Подзолистая Ну где-то в лесу Но я боюсь С терминами запугать Откуда ниже взялся Чернозём А Значит там Образовался Чернозём Это и есть Тот самый Гумус Он развивался А потом сверху Что Ну Это самое Завалило Ну как Это надо Всю землю Перетеркнуть Чтоб сверху Камнями завалило Не с неба Что они падали Или с неба Поняли Да Вот Или это После страшного Какого-нибудь Метеорита Небо покрыто Этим самым Пылью Когда пыль осела Это получился Полметра Или метра Вот этого самого Бывшая пыль Вот Почему это интересно Потому что Я когда Изучал Вот эти снимки Я не нашёл Двух одинаковых Хотя казалось бы Ну что такое Учебник истории То есть это Пусть-то Минералогия Пусть там Идеология Ну конечно Так С этой точки зрения Никто не изучал Никогда О Любовь Подтверждение Моих слов Ну Как образовался Так длинный Больт ли расти А вот он лес Вот он дерево Растёт Ладно А вот это Вот пожалуйста Вот так Работает черви Перерабатывая То что надо Нам То что даже Дерево Кормит Зависит от почвы Почва Дерево Всё это в сумме Происходит Как стройка дома Вчера не обголась Не было даже черви Появилось дерево Появилось всё Оно растёт Оно развивается Оно захватывает Почву Почва Кормит его И получается В этой почве Целое царство Царство Настоящее Вот Одни из них Царя Это вот эти черви Вот Смотрим дальше Питание кислородом Это Уже Я отвечаю Человеку На вопрос Можно ли Глинозём Садить деревья С хитростью Можно Я сказал Видите как Образуются дыльки Корни Постепенно Отгнивают Так И превращаются В ходы Вентиляционные То что я называю Вентиляцией Вентиляция Вот так Это просто Вам для общего развития Вот так Вы студента Учили Ну здесь Вы видите Что на дне Вода Вот здесь Получилось Вот То что вы видите Да Это Ни в одну теорию Не влазит Вообще Вообще Здесь то хотя бы Видно что что-то Жизнедельность была Хотя это посеклило А здесь что Даже если это Позорец Даже если это Почва под лесом Где корни Что это Откуда взяло Что же за земля такая Вот А вот это вот Наша страна Частично сделана Вот из таких вот Пород Вот Скорее всего Это тор Скорее всего Это Болото Может осушенное Может просто Вот Тут уже садить Ничего вы не сможете Вот Если только Духметровый холм Не сделаете И не посадите Какие-то Мелко Корневые деревья Это Для общего развития Потому что у нас Умников хватает И в такое садить А потом Знаете Самое противное На свете Когда Имея вот такую Почву Вместо того Чтобы отказаться От посадок Начинает Набивать ее Знаете как Вот сейчас Мы выстелим Это же может быть После дождя А может быть Она сушит Вот эти стенки На самом деле Так Вот Выстелим Сейчас Перечисляем Речной песок Керамзит Галька Битый кирпич Вот сейчас Выстелим И у нас Будет И деревья Будет расти Корни ниже Не пойдут И все Будет хорошо Вот Как будто Это ямы Кончится Размер ямы Определять Размеры дерева Корней Это опять К слову Пришлось Вот Тем более Где-то Когда-то Здесь Что-то Было Это же Колодец Старый Или не Сегодня Или вчера Наверное Это был Колодец А может Не Колодец Но зато Обратите Внимание Вот Это Практически Глина Лису Глинок Вот Теперь Вы уже Представляете Что такое Строение Почвы Здесь Тоже Спокойно Послушают Этих Братских Советов И здесь Начнут Выкладывать Так называемый Этот Непроницаемый Для воды Слой Вот смех Такой Да Вот Непроницаемый Слой Вот Под названием Дренаж В общем Еще раз На глину Валим Пару кубов Земли И если У вас Не вот это Крайности Исключаем Вот это Крайность Вот это Крайность Исключаем Крайности У вас Постепенно Деревья Захватят Всю почву И даже Глину Переделайте И у вас Будет сад Не удержался Говорил Целых 20 минут На эту тему Так Здравствуйте Уважаемый Валерий Константинович Известно Что цветковые Растения А также Сосы Появились До исторических Времена Как считаете Выжили растения После того Как упал Астероид Вынуждены Динозавры Ведь на тысячи лет Пепел Скрыл солнце На земле Был ад Так Ну Я тут Мамедово Ответил Нет сомнений Что падали Астероиды И солнце На сотни тысяч лет Скрывалось И вот Горы льда Заметьте Ад 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 Воду жарко А тут Горы льда Скорее всего Не ад А Скорее всего Это называется В ледниковый период И О чудо Да Деревья Напрочь Погибали Но после Потепления Простали семена И планета Снова Становилась Зеленой Одно из моих Доказательств На вебинаре Вот А Это самое То что я больше Посмотрели Все эти варианты Это еще не все варианты Вот это и есть Доказательства То есть Встречается Я такое Копал Встречал Наблюдатель Вот из-за этого И страдаю Жил бы Как все Так Так вот Доказательства Одно из тех Что Слой Чернозема Можем встретить И под слоем песка И под слоем Глины Вот это И доказательства А значит Вы считаете Как То есть Ну я ответил Почему Они все-таки Выжили Пошло Потепление Дело в том Что Пепел Солнце Скрыл Как вы пишете Это Страшный лед Это километры льда На поверхности Земли Над почвой Потом Когда Опять Пепел Рассеялся Превратился Вот То чем мы Выше говорили Помните Эти слои Так Это и есть Доказательства И Опять Там Семена Может быть Даже под каким-то Слоем Сантиметр Десять Даже метр А какие-то Катаклизмы Все равно Эти семена Волазили Появлялись На поверхности И Жизнь Продолжалась Вот так